Изменить амплуа балетмейстера философских и трагических тем решила Валентина Лисовская и задумала поставить в Ивановском музыкальном театре балет «12 стульев». Постановка в работе с весны. На одной из репетиций удалось побывать в нашей съемочной группе. Валентина Лисовская рассказывает, с этим балетом удалось легко подружиться, хоть сценарий несколько раз переделывали. Историю каждого стула рассказать не позволила специфика постановки, да и заняла бы это очень много времени. Некоторые сцены я, естественно, убрала, потому что языком балета не расскажешь, например, про Ляписа Трубецкого, как он читал Гавриила и так далее и тому подобное. Поэтому все лишнее как-то отошло, но я думаю, что какие-то эпизоды получились хорошо и они доступны и понятны будут зрителю. Именно сделать балет доступным для аудитории решила режиссер. Для этого выбрала музыку. Артисты танцуют в основном под узнаваемые мелодии композитора Зацепина. У меня тема «Киса Воробьянинова» – это известнейшая тема из «Джентльменов удачи» Геннадия Гладкова. Использована тема из всех кинофильмов Зацепина, самые популярнейшие. И, например, такой эпизод, как воспоминания, как они бы были молодыми у Елены Станиславовны Боуэр и «Киса Воробьянинова», это идет под известный вальс Андрея Петрова «Берегись автомобилей». Также звучит музыка из служебного романа «И гараж». От каких-то элементов образов героев пришлось отказаться, сожалеет Валентина Лисовская. Например, Остап Бендер в постановке появляется на сцене без сигареты. Иначе пришлось бы поставить другие возрастные ограничения для зрителей. Жемчужиной постановки, по мнению режиссера, станет образ мадам Грицацуевой. Здесь мечту поэта, женщину во всех смыслах выдающуюся, играет Станислав Ефимов. Все-таки приходится играть разные роли, так что это в порядке вещей. Но к тому же я прекрасно понимаю, что Грицацуева, женщина, мечта поэта с формами и так далее, чтобы сыграла какая-нибудь балерина, ее надо откармливать до этого года два. Да и потом результат все равно не гарантирован. Я так думаю, что это все-таки будет более-менее задумчивая роковая женщина. Характер вдовы Грицацуевой, рассказывает артист Ефимов, будет окончательно сформирован на последних репетициях, пока не хватает парика и костюма. Вдохновение Станислав Ефимов черпал из образа знойной женщины в исполнении Лидии Федосеевой Шукшиной. И перед тем же мне истиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили хромный гонорар? Пока артист уверен в одном его, фэм-фаталь в танце со стапом будет доминировать. Нестандартную трактовку в постановке получит и Киса Воробьянина. По мнению исполнителя роли Артура Ижевского, его персонаж скорее трагический, нежели комический. В конце концов, это несчастный человек. Ну, потому что его жизнь довела, а из, скажем, сейчас так, респектабельного дворянина, довела его до убийства. Ведь он же убил Остапова и, в конце концов, до сумасшествия, скажем так. То есть опустила его жизнь на самое дно. Великого комбинатора в постановке играют сразу два актера – Владимир Золотухин и Андрей Бледнов. Оба считают, что роль настолько сильная и характерная, что требует полной отдачи и накладывает определенную ответственность. Владимир Золотухин уверен – общими усилиями должно получиться нечто особенное. У каждого все свое. Мы, конечно, не замахиваемся на Миронова. То есть тут я и не претендую ни на что. Переплюнуть таких метров очень сложно, да и не нужно. То есть здесь будет все свое. Что-то будет взято из фильма, может быть, по характеру. Где-то какие-то нюансы, конечно. Но в основном все должно идти от актера, от личности. Мальчиков в Ивановской балетной школе, увы, нет. Поэтому для постановки «Танцы без призорников» пришлось выкручиваться, использовать прием травести, переодевать девочек в мальчишеские одежки. В фильме Марка Захарова этот эпизод один из самых ярких. Режиссер никак не могла исключить его и из собственной постановки. Главаря банды «Беспризорников» в балете Анастасию Кузнецову очень вдохновляет музыкальная драматургия постановки. Шлягеры придают новым «12 стульям» иное звучание. Если надо играть без призорников, то обязательно поставить артистку в балет маленького роста, чтобы была похожа на мальчика. Поэтому уже и стрижемся так практически похожими, чтобы на мальчика быть. Если я «Беспризорник» и удается музыка, конечно, из «12 стульев», то есть она такая заводная, что тут уже по-другому никак нельзя как быть бесшабашенной, скажем так, надеть кипу и быть разбойником, беспризорником. Режиссерских находок будет еще много, интригует Валентина Лисовская. На сцене даже появится собачка одного из артистов хора. Увидеть новую трактовку классической темы ивановцы смогут 27 ноября на сцене областного музыкального театра. Мария Смирнова, Андрей Семивоков, РТВ Иваново.